Привет, ребята, с вами доктор Перч и Ёжик, конечно же, звезда индора, йога-терапевт, йога-инструктор, веган Ёжик Борис. Друзья мои, мы снова говорим об анахарсисе, мы изучаем работу анахарсиса для того, чтобы понять, как раньше скифы думали, как они жили, как они одевались и что они ели. Так вот, еще интересно, нам говорит Кинстонт, он подмечает такую закономерность и говорит, что когда в Греции объявлялись варвары, известные своей мудростью, они всегда приходили с севера. Их мудрость всегда проявлялась в религиозной сфере, связанной в большинстве своем с культом Аполлона. В этой связи историк вспоминает Орфея, который тоже пришел в Грецию из Фракии, Гипербореев, Олена, Астерия, которые были первыми слугами Аполлона на Делосе. И также гиперборейские женщины, которые участницы посольства из Гипербореи на Делосе. И, ребята мои, очень тяжело понимать, о чем идет речь, потому что Аполлон и его сестра Артемида, известная вам, они прибыли из Гипербореи в Грецию. И поселились, были они недолго в Египте, а после этого они поселились уже на Делосе. И это боги, которые, по мнению Геродота, правили как раз людьми тысячу лет. И Геродот говорит об этом, как о чем-то очень понятном для нас. Он говорит, ну это те боги, которые правили там целую тысячу лет, а после них были девять. Первый там сон двенадцати богов, после этого был сон девяти богов, которые плавили там тысячу лет людьми. То есть, кто эти люди, почему вместе с ними приходили их слуги, гиперборейские женщины, которые тоже там оставались известными, которыми потом тоже там поклонялись греки, приносили им жертвоприношения. Совершенно непонятно. Но понятно только нам вот что, что в период иногда, в период прихода богов с севера, гипербореев, Аполлон и его сестра Артемида были с севера, вместе с ними приходили гипербореи, скифы, которые приносили мудрость религиозную. И об этом, кстати, вот и пишут некоторые исследователи и говорят, что вот в архаичный период, то есть период еще до катастрофы Бронзового века, в тот период, нормальный, было широко распространено сказание о мудрых пришельцах с севера, связанных с культом Аполлона. И вот исследователи задают вопрос, а не принадлежит ли Иоанна Харсис к этой плеяде северных волхвов? Не просто человек, который философ, а именно человек, который религиозный какой-то деятель, религиозный философ, который принес мудрость религиозную. И трудно поверить то, что примерно в одно и то же время гипербореи, скифы, и скифы посещали Грецию с разными целями. Так как Аббасис пришел с религиозной миссией, в то время как Анахарсис пришел с нерелигиозной, интересовался только светской мудростью. И вот прототип Анахарсиса, подобно Аббасису, посетил Грецию еще в эпоху ранней архарики, для выполнения некой религиозной миссии. А более поздние упоминания в отечественной литературе о мудром скифе являются ничем иным, как бы пересказом об этом визите. Как бы там ни было, дорогие друзья мои, правда это или нет, приписываемые Анахарсису письма сохранились до нас. В них нет, ребята, никакой религии, кроме очень многих простых утверждений. Духовный мир существует. У скифов существуют врачи, которые лечат душу, чего нет у греков. Вот, осталось огромное количество поговорок, больше 50, которые принадлежат Анахарсису. Когда на пир привели скоморохов, он оставался совершенно невозмутимым, а когда привели обезьяну, он начал смеяться. И сказал, что животное смешно само по себе, а человек смешит по принуждению. Почему ты не заводишь детей, спросили Анахарсиса, он сказал, из любви к детям. На вопрос, кто враг человеку, ответил он сам. Он говорил, что лучше иметь одного друга стоящего, чем многих не стоящих. Про себя он говорил, когда меня восхваляют многие, тогда я считаю себя недостойным человеком, а когда немногие, то достойным. Я вот тоже такой, придерживаюсь этого мне. Скиф Анахарсис, спрошенный кем-то, почему завистливые люди всегда грустны, ответил, потому что их терзают не только собственные заботы, но и расстраивают успехи их ближних. Зависть это язва души. Завистливый человек причиняет ограничение самому себе, словно своему врагу. Зависть порождает раздор среди людей. Анахарсис говорил, что зависть это зло, потому что завистник обесценивает свою жизнь. На вопрос, что в человеке хорошо и плохо, одновременно Анахарсис отвечал, язык. Когда однажды он обедая у салона заснул, и все увидели, что левой рукой он прикрывает срамное место, а правой рукой рот. Так потом объяснил, более крепкая узда требуется языку. И когда он спал, он держал левую руку на половом члене, а правой закрывал рот. Как бы говорил, что эти органы следует держать под контролем, причем язык более даже, чем стремление к наслаждению. И на его статуе, посвященной ему в Греции, и было написано «Абуздай, язык, чрево и уд». И очень, ребята мои, это похоже на то, что «Азбуки веде», когда мы говорим, что «Азбуки веде», что «Чрево шаща», а дальше потом, что там, интересно, друзья мои, интересно, очень много совпадений у нас. На вопрос, есть ли в Скифии флейтистки, Анахарсис отвечал, что нет даже виноградника. В Индии нет вина, поэтому там, согласно Анахарсису, то есть представьте, человек был в Индии, не встретишь ни флейти, ни другого музыкального инструмента, кроме кимбалов, бубнов и трещоток. И когда мудрый Анахарсис объяснял Скифскому царю, в чем сила вина, он показывал ему лозы и говорил, если бы Элины не подрезали их ежегодно, они бы уж давно достигли Скифы. «Глупый и вино называет брагой», — сказал Анахарсис, и это стало сейчас греческой вообще пословицей, поговоркой, которую греки используют постоянно. «Виноградная лоза приносит три грозди. Гроздь наслаждения, гроздь опьянения и гроздь омерзения». Первая чаша вина пьется для здоровья, вторая — для удовольствия, третья — для храбрости, а последняя — для безумия. На вопрос, как не стать пьяницей, иметь перед глазами пьяницу во всем его безобразии. И так далее, и так далее, и так далее. Друзья, смотри, знай, что ты гость на этом земле. За правду терпи и унижение, домашний очаг чти, дружбу люби, ревнуй, мудрости. Желай только возможного, слушай, осмотри на того, кого слушаешь. Трудом приобретай состояние, язык сдерживай и обвиняй только присутствующего. С отсутствующими не сражайся. Младшего возрастом уважай, предков венчай почестями. Будь готов умереть за отечество, счастью не доверяй. Будучи мальчиком, будь скромен, будучи юношей, воздержан, будучи средних лет, справедлив, а будучи старцем, будь благоразумен. И популярность Анахарсиса среди древних глеков была настолько высока, что наряду с Салоном его включили в почетную семерку самых выдающихся мудрецов. И о нем еще говорил Геродот, который говорил про славу, про то, что он вошел в семерку мудрецов. Интересно, что Лукьян Самосадский, вот о котором мы говорили, что он там самосад, да, более тут считал, что он там что-то высаживает у себя какие-то самосадские растения. Так вот, Лукьян Самосадский говорит и пишет о первых шагах Анахарсиса. Он пишет, что Анахарсис, когда прибыл из Тефи в Афину, он не знал, что делать. Вот, и он встретился там с Таксарисом, вот этот вот, который, о чем пишет Лукьян Самосадский, вот в беседе со Скифом. Так вот, этот вот Таксарис, муж мудрый, отличавшийся любовью к прекрасным устремлениям и к благодородным знаниям, но происходил не из старского рода, как Анахарсис, а из толпы простых Скифов. Так вот, Таксарис умер в Афинах и немного спустя даже был признан героем. Афиняне приносили этому Скифу жертвы, как иноземному врачу. Это имя он получил, будучи признан героем. И Таксарис был еще жив, когда Анахарсис, только что высадившись, шел в Афины из Пирея. И он испытывал сильное смущение, не зная, что с тобой делать. Хотел уже он уехать обратно. И вот Таксарис в керамике встретил этого парня. И вначале его привлекла одежда Скифии, а затем уже он узнал и самого Анахарсиса, который происходил из знатнейшего скифского рода. Вот, интересно, друзья, смотрите, что мы еще узнаем. Еще интересно, что вот Салон, он говорил, что совершенно естественно Анахарсис, что такого рода занятия, как гимнастические упражнения, тебе кажутся чуждыми и далеко не похожими на скифские обычаи. Но все равно, какие у вас есть много занятий, которые показались бы странными нам, или нам. Вот, и говоря о гимнастических упражнениях, речь идет о боксерстве. Здесь идет бокс, что люди друг друга били в выладе, то есть такие боксы. Анахарсис отвечал, у нас скифам, если кто ударит кого-то из равных, или напав, повалит на землю, или порвет платье, то старейшины, внимание, налагают на это большое наказание. Даже если обида будет нанесена при нескольких, при немногих свидетелях. Давайте мы еще, ребят, почитаем некоторые письма Анахарсиса, чтобы сделать вывод о том, как живут скифы. Вот сейчас мы знаем, что скифы не пользуются законами, что решают законы, как и поступить старцы. И это, ребята, очень понятно, потому что если мы возьмем, допустим, карту 507 года, и посмотрим, например, на всю Европу, то мы видим здесь в некоторых местах, смотрите, значки, которые указывают принадлежность к чему-то, или какие-то религиозные принадлежности. Вот мусульмане, да, вот мусульмане, вот здесь вот, там, крестьяне, вот здесь, к примеру, там, в Индии, в какой-то, там, вот, мусульмане, мусульмане, мусульмане. Но на территории Сарматии, на территории всей скифы мы находим вот такой вот значок, смотрите, вот такой значок, который, ребята, означает старчество. Старчество рулит на территории вот этой, вот смотрите, на территории от Черного моря практически, да, до Тартарии, до Внутренней Азии, вот здесь вот. Внутренняя синтия экстерна, наружная скифия. Вот, но если тут посмотреть, то мы тут тоже где-то найдем вот такой, где-то, где-то тут значочек, я раньше видел. Вот он находится вот здесь вот, вот он, вот оно, это место Гипербореи, вот здесь вот, где находятся люди, которые, скифы мы знаем, которые живут по утверждениям, по пословицам, поговоркам, потому что так проще жить, нет никакой вражды по поводу религии, и плюс у них рулят старцы. Давайте мы, ребята, еще почитаем отрывки этого удивительного человека. В одном из писем к афинянам читаем следующее. Вы смеетесь над моим языком за то, что он неотчетливо выговаривает греческие буквы. Анахарсис неправильно говорит среди афинян, афиняне среди скифов не языком отличаются люди от людей и приобретают славу, а мыслями. Как и элины отличаются от элинов. Спартиан не чисто говорит по-отически, но деяниями своими славны и похвальны. Скифы не порицают речи, которая выясняет должное, и не хвалят той, которая не достигла цели. В другом письме, который был написан к Медаку, говорится, «Зависть и страх – суть великие доказательства низкой души. За завистью следует печаль от благополучия друзей и сограждан, а за страхом – надежды на пустые слова. Скифы не одобряют таких людей, но радуются чужому благополучию и стремятся к тому, чего им возможно достигнуть. А ненависть, зависть и прочие пагубные страсти они изгоняют. В письме к Анону изложены принципы неприхотливой жизни. Мне одеянием служит скифский плащ, обувью кожа моих ног. Ложим вся земля, обедом и завтраком молоко, сыр и жареное мясо, питьем вода». В письме Тарею правителю Тракии Анахасис высказывает отношение к принципам управления. «Ни один хороший повелитель не губит своих подданных». Если там кто-то там Порошенко может Путину передать все эти слова. «Не губит своих подданных, а хороший пастух не обращается жестоко со своими овсами. Было бы лучше, если бы щадил тех, кем правишь. Ибо если ты не злопотребляешь своей властью для увеличения своих владений, то твое государство прочно». В следующем письме, которое называется «К царскому сыну», автор рассуждает о внутренней свободе человека. «У тебя флейта и кошельки, а у меня стрелы и лук. Поэтому, естественно, ты раб, а я свободен. У тебя много врагов, а у меня ни одного. Если ты захочешь, отбросив серебро, носить лук и колчаны и жить со скифами, то и у тебя будет то же самое». «Если боги у скифов, конечно, сказал Анахарсис, но понимающие человеческий язык, не так, как элины, думающие, что они говорят лучше скифов и полагают, что боги с большим удовольствием слушают костяные и деревянные инструменты». То есть мы знаем, что греки не молились напрямую, они играли на инструментах, а Анахарсис говорит, что наши боги спокойно понимают язык, пожалуйста, чего уж не… И, друзья мои, вот такие, как бы, давайте закончим, давайте закончим словами Страбона. Анахарсис, Абарис и некоторые другие скифы, им подобные, пользовались огромной славой среди элинов, ибо они обнаруживали характерные черты своего племени – любезность, простоту, справедливость. Семь мудрецов, друзья мои, как можно объяснить нашим детям, кто это такие, кто такие Сапториши, кто такие мудрецы древности, да? Мы знаем Филона, Солона, Питака, и этот список постоянно появлялся, он постоянно менялся, он постоянно-постоянно менялся, сюда включались разные-разные-разные философы. Вот, пожалуйста, поставьте на паузу, почитайте, в том числе сюда входил и Аристотель, и Пифагор, кстати, сюда, ребята, входил. Так вот, смотрите, что пишет неизвестный античный поэт. Семь мудрецов называю их родину имя-речение, мера важнее всего, Клеобул, говаривал Линдский. В Спарте, познай самого себя, проповедовал Хилон, сдерживать гнев увещал Периандр, уроженец Кафиндра, Коринфа. Лишку ни в чем, поговорка была милетинца Питака, жизни конец наблюдай, повторялась салоном афинским, худших везде большинство, говорилось Беантом Приенским, ни за кого не ручайся, фалеса миленского слова. Что пишет профессор Чанышев? Мудрость семи мудрецов нельзя отнести ни к науке, ни к мифологии. Здесь и появляется тот самый третий духовный источник философии, а именно обыденное сознание, в особенности то, которое достигает уровня житейской мудрости, и которое проявляется в пословицах и поговорках, поднимающиеся иногда до большей обобщенности и глубины. Шахнович, истоки философии Древней Греции восходят к народным изречениям, а изречения предписываемые семи древнегреческим мудрецам к фольклору. В изречениях этих мудрецов, говорит Маркс, раскрываются элементарные силы нравственной жизни. Друзья мои, это те самые саптариши, которые семеро мудрецов, сыновей бога Брахмы. Кто такой бог Брахма, это символ ума, силы ума, дорогие друзья мои, мы потом будем говорить, тут их имена есть и все такое прочее. Но сейчас мы пока должны, ребят, наверное, уже закругляться. Нет, ну кроме всего прочего, я хочу вас познакомить с таким местом, которое называется Аль-Ханум. Пожалуйста, почитайте, это греко-бактерийский город, который был раскопан на территории современного Афганистана, где была найдена огромная такая стела, на которой были написаны семь, вот изречения этих семи мудрецов. И, скорее всего, там был один клеарх, который был учеником Аристотеля, но не важно, важно то, что, ребята, сейчас очень много исследователей говорят о том, что Аль-Ханум был построен, он сейчас, к сожалению, разрушен, но был построен еще до греко-бактерийского периода, то есть до катастрофы бронзового века. И эта стела, которая там была описана, по ее писаниям, она, скорее всего, была написана до катастрофы бронзового века, то есть люди, которые жили еще до катастрофы бронзового века, именно этими философскими притчами, поговорками пользовались люди, а не какими-то там религиозными замесами или какими-то законами. Должны быть, правят старейшие, а люди должны пользоваться поговорками, никакой религии, религии у всех, ребята, в топку. Кто такие саки? Саки это ираноязычные, опять вот это вот бесконечно, почему люди, которые жили на территории от Черного моря до Китая вообще, они говорили вдруг на каком-то ираноязычном языке, и потом все исчезли куда-то, понимаешь, вот это вот удивительное, понимаешь. Кочевые, полукочевые восходят к сакскому лилию. Короче, ребята, саки это люди, которые жили на территории современного Крыма и выше туда, над территорией Донбасса. Вот это были такие царские скифы, которые отличались от остальных скифов вот именно своим царским поведением, потому что они были аскеты и делились на три ветви. Одна из них это варящие хаому, те, которые наркотический напиток, хотящие в остроконечных шапках, которые те самые буденовки, которые русское правительство успело сделать, но не успело одеть армию, потому что большевики все это забрали и превратили в эти буденовки, которые мы знаем. И саки Парадайя, которые живут за рекой, то есть, скорее всего, видимо, речь идет за Ростовом туда. Вот, интересно, что Геродот, география пишет Страбон. Ифор, называя Анахарсиса мудрым, говорил, что он принадлежал к племени и считался одним из семи мудрецов за безупречную моральную чистоту и разум. Ребята, непорочные. Эти люди назывались непорочные, то есть, безгрешные. И в древней индийской литературе вы знаете, что саки были очень известны, везде они описываются, они дерутся в Махабхарате, они дерутся в Рамаяне, они все описываются как шакья. Да, шакья, сакья. И интересно, что сакское происхождение у Будды Гатуама, отец которого был к касте кшатриев. И вообще слово кшатрий очень часто упоминается, упоминается в Бахагаваддите, слово кшатрий. И вот титул кшакья муни, который означает мудрейший из всех саков, из всех шаков. Ну и потом, в общем, мы будем говорить и дальше, и дальше, и дальше. Но сейчас, ребятам, нам, думаю, уже пора закругляться. Пора закругляться и чуть-чуть изучать уже, кто такие кинники, да, кто это такие. Почему после отъезда Анахарсиса в Греции он был настолько популярен, что молодежь стала его косить, как говорится, косить под Анахарсиса. Появилась такая группа молодежи, которая тоже жила в повозках, в общем, довольствовалась малым, при этом, будучи довольно богатыми людьми. Потому что в Афинах, как вы знаете, я вам рассказывал, начали жить очень богатые люди, да, такие олигархи. Значит, прошлого стали как бы жить вот в Афинах. Вот. И удивительно, эта книжка, я очень рекомендую скачать, почитать, Кортус Босфорских надписей, которая говорит, там, если мы зайдем, найдем там заимствование в прославянском языке, что это бесконечное заимствование. Все вот эти вот большевистские рожи, они только и пишут о том, что наш язык, как бы славянский, мы только все заимствуем, понимаешь. Наш казахский язык весь заимствованный, башкирский заимствованный, все заимствованные. Ребята, знаете, что вы со своим заимствованием? Правильно, Боря говорит чуть-чуть, Боря спокойно, Боря спокойно. Вот, дорогие друзья мои, читаем, читаем книгу про Босфорских надписей, мы читаем про Кизитинское городище, про всякие исследования. И еще раз убеждаемся в том, что скифы постоянно упоминаются. И русские летописцы говорили, что народы Руси греками назывались Великая Скиф. И как раз Геродот, мы будем эту книгу читать, говорит о событии, после которого скифы покрыли себя славой и стали называться славяне. И русские летописцы считали народы средневековой Руси продолжением народов Великой Скифи. И смотри, сказания Словении и Руси и городе Словенске. Ребята, которые до сих пор находятся вот над Краматорском, где находятся очень древние пещеры, ребята, где находятся пещерные церкви. Дорогие друзья мои, все, давайте мы будем с вами прощаться. Сейчас мы чуть-чуть рванем кинеком, мы посмотрим, потому что от момента, от отъезда Анахарсиса из Греции и к моменту появления Сократа у нас есть такая дырка, которая 100 лет. Два поколения, два поколения людей в этот период времени Анахарсис 200 лет продолжает быть популярным в Греции. Под него, как говорится, косят. И один из человек, который тоже косил Анахарсиса, очень известный, который вы известны вам тоже, он называется Сократ. И вот остальные люди, которые потом возникают на вообще подиуме мировой философии, это Платон и Аристотель, являются учениками Сократа. И после того, конечно, как Сократ уже становится, он перестает быть кинеком и становится создателем совершенно нового философского направления, мы должны пройти чуть-чуть, вот посмотреть, кто такие кинеки, как они живут, что они едят, о чем они думают. Вот. И порадоваться за то, что наши, ух, все-таки оставили большой след в философской жизни. Ну и потом, друзья, и дальше они будут оставлять очень большой след в философии всемировой. И помните, что разбираясь в философии, в ведической философии и любой-любой другой философии, мы должны разбирать греческую философию. Потому что наша цивилизация разрушена была в 1200 году до нашей эры. Произошел полностью-полностью коллапс. И мы полностью ребутнули себя в древней Греции. Мы будем разбираться, ребята, мы будем читать Платона, мы будем разбираться в философии Платона, Аристотеля, Сократа. И перед вашими глазами станет все проще и проще, мир станет очень простым. Вот, к сожалению, сейчас мир непростой, потому что современная философия забыла греческую философию. Мало того, что забыла греческую философию, она отвергла некоторые очень важные философские категории, принципы категории исследований, которые предлагались Аристотелем и Платоном, и Сократом. Забыли классификацию обычных вещей, забыли, что такое категория и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому наша самименная философия лежит в полном, в полном вообще, в катастрофе. Мы, наверное, находимся вот в темных веках материализма, потому что мы отвергли разум, мы отвергли дух. А это есть такой стержень, который как бы вот, есть, значит, стержень, как вот этой вот детской пирамидки. Убери этот стержень и все разрушится. Все, ребят, давайте, пока с вами было интересно. Во всяком случае, мне интересно, потому что мне интересно вообще, кто я, где я, почему я, и вообще, судьба вообще моего народа мне интересна. Все, ребят, давайте хориом, пока. С вами доктор Перч и ежик Борис.